Снэкса, как говорят, за 350 тысяч долларов И, по многим мнениям, это очень неплохая сделка для команды Virtus.pro, для команды Mausports и, конечно, для того Снэкса Я могу тебе сказать только одно Только что на основном в стриме была очень горячая штучка в исполнении студии аналитики Надеюсь, ты посмотрел на этот клип, потому что я посмеялся на Белосину Да, и действительно, команда Gambit на DAS2 выходит на лон Снэкс уже работает за все свои 350 тысяч долларов Разве что мир тоже умирает, Саня закрывает мул И пистолетка проиграна Команда Gambit, выходя на лонг, потеряла всех, не убив, ну ладно Только лишь впоследствии Доси убил одного лишь Снэкса Да, там Снэкс был очень каленым Пытались его выбить из-за машины, но как-то не получилось Робс отхватывает по голове Это очень плохая особенность, когда ты получаешь по голове Тем более, что Доси умеет икс год Кумир многих молодых людей и не очень Женщин в особенности тоже Вот, как раз-таки, Досиан сейчас сможет Показать красотулю В дифьюзке-то имеется команда MoSports А также есть флешечка Gambit Но, опять же, мы вспомним лишь в одному Доси попытается вытащить, но Саня не пропускает Доси 1-0 команда MoSports Но команда играет несколько иначе, чем это было в последние дни 2-го до 2-го И Крис Джей смог в размену Далее Крис Джей забирает еще и Досина Крис Джей отходит назад И ситуация 4-3 Но как-то вот так Пока что меньшинство для команды Gambit E-Sports Хотя, да, тут вроде как и Скаут присутствует И Крис Джей подбитый И, может быть, не так удобно Хотя, с другой стороны, Крис Джей, который подбитый И имеет уже 2 фрага с Некс Решил пройти дальше Убирает мира с пути И молодой Gambit E-Sports Сейчас пока что Отваливается Команде помочь не сможете Моу, Хоббит И при ситуации 2-4 нужно будет тащить Флешку подбирают Бомба имеется 30 секунд времени на таймере Но что-то я даже сомневаюсь Как ты, кстати, относишься к тому Что по-прежнему поддерживается Денция Что атака на Доси 2 является лучшей стороной У многих команд И в защите огромные проблемы Практически у всех Так вот, именно команда MoSports Может задать новый Новый темп игры Ну, нет вообще на Дасте 2 Насколько я понимаю После прихода с Некса У них очень сильная огневая мощь И сейчас им даже за защиту Можно позволять делать Какие-то очень агрессивные поджимы Но пока видишь Очень лохитов Остается ганлит И даже пачку не дает поставить С Некс в своем репертуру Ох там Оскак запушил банку Просто с Эксэмочкой Дал фраг по Досе Досе обалделал От такого происходящего И даже не понимает Как действовать дальше Я вот только что Калтабуляцию Увидел, что у товарища Робса Статистика за 4 раунда 0-0-0 Да, он еще просто не подключился Он не злогинился на сервере То есть, MoSports Заиграет сейчас по факту 4-5 Да, да, он еще не злогинился просто Подождите Сейчас все будет Моу выходит Выходит тут у нас На позицию Империал Всеми любимый Парапет И, Моу, проходит Далее вместе с Адреном Фуллблайдах Посмотри, как Саня Принимает до последнего Просто Адреном Переключает Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Тут же выходит на мира, первый фраг для мира, но Робс тут как тут, забирает Дойсю, погибает от Моу, но подарок в виде Сани еще по-прежнему упаковывается. Номер пять, Сани стоит на боксе и ждет возможных врывов от команды Гамит Еспорс, тут Моу караулит Моу, дает выстрел, но Сани пробивает крижет, находит фраг по миру и Хоббит последний. Хоббит на пленте, а, ого, а где погиб Оскар у нас тем временем, а на медле погиб Оскар, остается Сани. 17% здоровья, Хоббит справляется, но бомба, да, действительно лежит на пленте, Хоббит пытается ее забрать крижей, вообще убегает на синий бокс, к банке, к боксу, близко, но тут дает почему-то Хоббиту эту бомбу поставить. Какие-то тут... Не, ну пытается 200 ик плей сделать, хотя Хоббит кидает смок, а еще и бомбу сейчас на парыч могу поставить. Не, ну смотри, крижей-то на самом деле нормально приходит. Нет, плохо приходит, даже еще не было постановки плента, он решил выйти и... Для многих СНГшных команд вначале нужно раскачаться, получить какой-то урок, что вот мы против команды, ничего не сподлетелось, а потом уже, когда приезжало врываться на всю мир, там что творит топилово в полном блайнде, минус Ани, минус Некс. Но это ошибка от Моу Спортс на самом-то деле сейчас была. Да, да, переагрессировали само собой, но опять же, они могут себе это позволить. Даже сейчас, в луче 3 в 5, у них есть снайперские винтовки, есть Робс, который... А, кстати говоря, там Тэшку прожал крижей, ушел назад. Видимо, теперь есть информация о том, что на Б-базе всего лишь один игрок стоять боятся. Ох, жестенько, жестенько. 3 в 5, нужно действовать в команде Гамбит, ни в коем случае не зажиматься, а просто выходить и действовать на уверенности, как это показывалось много раз коллективам из СНГ. Но как-то вот сейчас опять же долго думают, как же выйти на одного снайпера, хотя информации по нему, конечно, нет. Они пытаются гадать с крижей такой, подождите, я не к вам хотел, я вообще дверью ошибся, и, в общем-то, в окно его вынесли. Погибает также Оскар, Робс остается последним, скалашоп на руках, слышит перемещение по зигзагу от игрока команды Гамбит, но и, по всей видимости, это второй раунд, при том, что сейчас раунд был очень уверенным. Вышли, убили, но Моуза там то с Ганзами перетоптались на одном месте, хотя могли пять раз уйти. Но что-то в смаках поставили опять, возможно, какой-то нехитрый план Капкан. Но, видимо, не в этом... ...знаю, насколько они каждый индивидуально агрессивны, каждый индивидуально скиллованный, и вот что это на Б? А что Хоббит так, он что пытался делать, напугать игрока защитой или что? Почему это было так по пулечке, вообще, как патроны мимо летели? Так он бежал все это время, пока его тиммейта убивали. То есть еще не сразу попал, по-моему. Не, так он залез сейчас на буста и начал туда по патрончику... ...да, пускать крижей, там, пока я свою винтовку расчекил, перезарядился, прицелился, там, времени прошло просто вагон. И, видимо, что гамбиты не успели размяться или не выспались, потому что играют сейчас фактически... Кто-то у нас Хоббит, хотя, да, у него 9 на 10. Ну, мол, с миром еще включают. Да не, они все играют. Проблема не в том, что они сейчас... Не, хотя проблема в том, что они как раз-таки не убивают, да, само собой. Ну, и также не хватает каких-то хороших муфов. Они вот на Б-баду сейчас вдвоем выходили. Они спокойно могли размассить крижей. Но почему-то Хоббит стал под такую линию, как не убить крижей, а тиммейта-то он уже потерял. Размены не произошел. Опа, мол, находит Оскара. 4 в 3, можно пробовать дальше. Снакс на сети будет находиться под плентом сейчас. И информации по нему нет, его даже не видели, не слышали. Моус, АВП ждал, Снакс, это уже 3 в 3. Саня ожидает Досио, Досио отлетает. Информация есть, что на ланге присутствуют игровые защиты. Крижей находит Моурукс, закаживает жизнь Адрена. И Гамбиты даже не отреагировали на это действие. Только что была идеальная ситуация, дабы забрать третий раунд. 3 в 3. Олег, ну, может быть, я что-то не понимаю, в этой игре. Я не знаю, честно тебе сказать, что тут вообще происходит. Состояние немножко глупо. Но и в тот же момент Моу забирает Оскара, продолжит свою мысль. Гамбиты позволяют себе играть очень агрессивно. Хотя они понимают, что с Моу Спортс перестреливаться им невыгодно вообще никоим образом. И сейчас Моу Зая что хотят, то и делают. У них это получается. И вот этот даже поджим Т-шки от Крижея, он 100% должен был проигрываться. Потому что Т-шка в ухоре. Крижея еще и не сразу попал. И вот этот спот на Аснаксе тоже по блайндам. Но это слишком хорошо. У Моу Зофф есть группа игроков, которые играют в парах и они друг друга заменяют. А у команды Гамбит такового нет. Дося прорывается на лонг и забирает Робса 2 в 2. Саня пробирается на лонг и на зигзаг, прошу прощения, убирает Дося. Остается последний мир. Но теперь нужно молодому игроку, бывшему игроку команды Лего Сквадро. Но здесь Саня бешу с авиком, раскидка. И вполне возможно мид-туби, хотя только один игрок атаки проходит дальше. Тут же у нас Крижея готов с авика, получил блайнд. А тут просто сзади повылетали другие игроки Гамбитов. И да, Робс понимает, что где-то возможно еще есть опасность. Он, правда, не сзади второй, вот он второй, Дося. Тут что-то спрей не получается у Робса 2 в 3. Можно играть, можно попробовать подобрать авик. Вот-то флешечка. Так, Дося, закрывает Снэкс. Уже 2 в 2, не смог порваться дверь у нас. Оскара, вот Дося под тиммейт стрелять явно не стоит. Минус от Оскара. Вот такой врыв тоже не должен был прощаться. Так, Рашнабы у нас снова. Теперь уже от команды Моу Спортс на пистолетном раунде. Потеряли Оскара, тем временем мир оформил энтри. Хоббит попытается дождаться тиммейтов. Те довольно далековато, но нужно воткнуть плент. Тут же Робс влетает. И дает хэдшот по миру. 4 в 4, дифюс киты у команды Гамбит отсутствуют. Так, ну снэкс около двери. Тут у нас Адран вместе с Моу. Двоем Госсе ловит Робс А4 в 3. Можно тащить и же Адран по размену отрывается на окно. И вот он тебе риты. Зажались. Не, ну тут на самом деле хорошо. Гамбиты закрывают пистолетку за защиту. Но три раунда Моу Спортс. Ну чё-то вообще не пошёл такой. От Сани, ну вот Адран с гранатой в руках. Далековато заходил он. На парыч и Моу попадает. На люминус от Моу. Потом Робс Нэкс также включается. И знаешь, каким-то чудом они вышли в большинство. Хоть и Моу бы потеряли. Ну тут, конечно, замес на медле был такой довольно топовый момент. И Молтов, и Мол вообще хорошо сработал. И Робс там поддержал атаку своей команды. Но проблема в том, что бомба выпала. Пройти Хоббита нужно. А там двое красных. 30 с чем и 32 хп. Дося также на зигзаге. А тут против него Сани. Ну вот он, на свиче девайса подбавили одного. И теперь можно отрабатывать, добивать двух красных Хоббит против Снекса. Выигрывать перестрелку. Тут же выходит Оскар. Одного, второго. Можно получиться Оскар. Чё творит чер... Куда угодно. Сделать всё, что угодно. Им вздумается вообще. Ну, Адрен сыграл очень неаккуратно. Теперь же у некоторых не хватает девайсов. Например, Мир с Чешкой. Но получается забрать одного. Три в четыре. И у Мира пропала... Та самая... Ну, у меня лично в Гоу ТВ пропала... Пропала отдача на Чешке. Не, бывает. Бывает. Четы подрубили. Гамбита. Два в четыре. Два в три. Минус открыт же по Досе. Текс. Подбирает своё. Мучка. Патронов больше. Соответственно, да? Это же двадцатка, которая про обгрыжена. И, соответственно, заход на Алонг. А на Амгу никого. Тааа, кадр на КТ. Я чё-то не понимаю. Ребят, а Гамбиты? А кто вас лонг держит? Это, видимо, Моу, который раскручивает нож и... А если бы уже прошли игроки на Дельпанчет и делал, дорогой дилой? Моу! Неплохая стриба. Одного второго забирает. Адрен приходит на хелпу. Забирает Робса Четова. Хотя, опять же, мы говорили по статистике. На ДАЗ-2 обеих команд далеко не топовая карта. По шесть сыгранных ДАЗ-ов. И на одну карту Моу Спортс выиграли больше. Возможно, добавит себе ещё Сани. Чё ставит-то? Два хоть что-то есть. Мир находится на рекламе. Его бы здесь как-то зачекать. Робс, по-моему, видел. И Миру, по-моему, капец. Не остаёт здесь. Моу! Получает по голове от Робса, который просто выходил и ждал. Мир последний. Мира нужно тоже убить. Нужна парная работа. Здесь нет. Не получается убить никого. Абсолютно погибает. Ну что, Гамбиты, соберитесь. Давайте, покажите свой максимум. Адрон делает два минуса на мидле. Ого. Через КТ. Опа. Подожди, прилетает Миру по голове. Три-четыре. А чё Хоббит-то не чекнуть? И Оскар тоже не вдупляет. Откуда же ведётся огонь? И по факту просто двое игроков атаки сейчас поддавались. Не успел у нас игрок атаки перевести свой зум с АВП куда-нибудь в направлении Тенспола. Тенспола, но Моу последний. Кто может Снэксу? Бывает. Бывает. Заход теперь на Алонг. Снова потеря Моу. Вот с этими Снэксами, конечно, тут очень интересная ситуация. Снэкс пришёл дальше, Снэкс! Вот это... Воу-воу-воу! Это игрок за 290 тысяч долларов. Какие там НБК с Апексами по 400 тысяч? О чём вы? Алё. Снэкс вообще может вам... Но это за двоих 800. По 400 за... Фактически получается в среднем за двоих. А за что? О, спрашивается. За что Оскар добивает последних Снэкс? Великолепен... Принесите мне того, что я ещё не пробовал. И это Снэкс в команде Моу Спортс. Жесть. Это просто какая-то жесть. 16-8 Моу Спортс. Жану... Жану.